Всем огромные приветы. Мы приближаемся к Тольятти, а значит к Самаре. Все это скоро будет, а я иду на корму. И ни разу здесь не была. Думала, что здесь никого нет. Здесь место для курения, и вот не глядя на то, что 6 часов утра сидят уже люди. Я думала, я здесь буду, честно говоря, одна. Одета я теплом, потому что на воде, соответственно, холодно. А когда мы выходим в города, мне пришлось вчера купить футболку летнюю. Ну потому что просто-напросто в той кофте, которую взяла с собой я, шапку, кофту. Когда на улице 24 градуса, очень жарко. Очень. Здесь стоят столы, кстати, вот вариант, где можно съесть рыбу. Мы вчера в Самаре купили рыбу. И у меня стоит вопрос, где же ее можно съесть, так чтобы это было незаметно. Рыба копченая. Если я начну есть ее в каюте, я думаю, что там все провоняет рыбой. Ну как-то не очень хочется. И бутылка пива до сих пор у меня там стоит. Я не знаю, чем ее открыть. Моя подруга Май сказала, что она просто отвинчивается пробку. Честно говоря, не похожа. Но мы придем сегодня с экскурсией по Самаре. Может быть, я попробую. У меня уже была бутылка пива, которую я покупала летом в Самаре, также на экскурсии. И точно так же я ее не выпила. И оставила потом, когда сходила на берег с теплохода. Просто оставила ее на столе в качестве бонуса. Но я думаю, она найдет себе применение, эта бутылочка. На берегах вот такой красивый вид. Видите? На средней палубе вдоль борта надо гулять. Надо посчитать, сколько здесь шагов. Мы вчера в Саратове пока ходили. И день закончился. Насчитали 10500 шагов. Ну то есть, пока мы прошли по всему Саратову. Мы потанцевали на дискотеке. Мы ходили по теплоходу. Девочки, 10500 шагов. Вот что значит не ездить на экскурсии, а ходить своим ходом. В общем, я сейчас, если смогу, поставлю вам, поставлю вам кадры из Саратова. Думаю, вам будет интересно. Люди ходят, гуляют. Ой, я замечательно. Просто замечательно экипировалась. На мне и шапочка, которую я сама вязала. Помните, шапочки? Да, я вяжу из пуха. Принимаю заказы. У нас пуховые позы. Вчера и сын мой пас. Мы созванивались, они были на речке. В общем, у нас хорошие пуховые вещи. Это мои пуховые козы, из пуха которых мы вяжем красивые платки пуховые, шапки, варежки, все что угодно. Сейчас посмотрите небольшую рекламу. И, кстати, вчерашнюю дискотеку нам очень понравилось. Мы легли спать в 12 часов ночи. Ну, а вам я хочу показать, что мы вяжем. Вы всегда можете заказать себе очень теплые пуховые вещи в моем интернет-магазине, который называется Пушок. Ссылку на него вы можете посмотреть в комментарии. И это мой пятый круиз. Также ссылочки на мой телеграм-канал и на другие круизы вы также можете увидеть в закрепленном комментарии. Пройдите, не поленитесь. Обычно, если человек закрепляет комментарий, он хочет вам передать что-то важное. Посмотрите, какие шикарные козы, какие красивые вещи. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, девочки, первый пролет за лед. Одним словом, мы прибываем сегодня в Саратов. И так как мы не идем на экскурсии, сделали объявление, что те люди, которые идут на экскурсию, они должны прийти на завтрак в 7. А те, кто не идут, в 8. А прибываем мы в 8. Ну, и мы подумали, о чем будем время терять, а основные экскурсии не идем. Придем мы в полвосьмого. После всех идти поедим, и в 8 часов корабль пристанет. Мы спокойно выйдем, погуляем так же, как и все. Не тут-то было. Я такая захожу, полвосьмого, там на столах, ничего не поймешь, официанты бегают. Я сел, думаю, когда же меня обслужат, ко мне никто не подходит. Потом одна приходит, извиняется, говорит, извините, первая смена в 7 обедала, а вторая только в 8. Это еще вот этот сюрприз, Майя не знает, она тоже, я ее жду, я пришла раньше к нее. В общем, вот, и нам теперь либо без завтрака оставаться и идти в Саратов, либо в 8 часов по-быстрому позавтракать, но это затянется, наверное, до половины девятого. А стоянка у нас до 12. Ну, сейчас решим, что будем делать. Так, надо сейчас посмотреть, где земной рынок. Так, где Майя? Они, наверное, собираются. Ну, в общем, вот, да, не надо устанавливать свои правила. Сказали в 7, значит в 7. Сказали в 8, значит в 8. Саратов. Утро раннее, 8 часов. Дорогие наши господи, в цехе и гунист заканчивается в Саратове. Наценим ваш выбор и благодарим за то, что все это время вы были с нами на теплоходе, по-моему, в теплоходной компании... Ой, там уже сувениры во всем. Здорово, я себя запрошу. А у них полдевятого, видишь, без двадцати девять. Ты часы свои перевела? А я сделала двойные часы. Это как? Да, ну, Москва и местная. Как ты умная. А я все на Москву перевела. Да, в полутора там сидела. Вот она все время меня обдуривает, она всегда на шаг впереди. Она уже и погоду все знает из-за этого. Вот видите, в летнем едет. Зато по вечерам она мерзнет, а я с собой зимнего набрала. Я даже шапку с собой взяла. Вот значок у меня есть. Это есть значок? Нам на корабле дали. Говорят, загадай желание. Все из опыта. Вот видите, у меня тоже такая штука есть, зелененькая. Сказали, без браслета не пустят. В общем, мы своим ходом люди. Вот видите, на автобусах на экскурсию поет. А мы сами по себе. Поедем на стенной рынок. Завтрак на теплоходе Павел Бажов выглядит вот так. В кофейнике кофе. Здесь ветчина, масло. Там хлеб. Мы едим во вторую смену. Ну и здесь у нас самообслуживание. Хлопья, мюсли, бублики и каша. Наверное, пшеная. Пшеная, да, Май? Оказалось, что это не все. Вот видите, нам принесли макароны с сосиской, с каким-то соусом. Мы приехали в Саратове на сенной рынок. От речного вокзала вызвали такси. Стоит это 200 рублей. Ну просто сенной, сенной. Я вообще-то почему-то думала, что это комплекс старых зданий. Ну не знаю, потому что название такое. У меня такое чувство, что я это как историческую достопримечательность слышала. Но нет. В общем, вот реальность такова. Вот это сенной рынок. А внутри здесь вот как. А у нас народная ярмарка в Волгограде. Похоже. Так, селфи-палки где-то продают. Селфи-палки. У нас, говорю, народная ярмарка. Вот такая. Похоже очень. А здесь, наверное, нигде и не продают. Че ты ищешь? Тебе наших срок мало. Мало. Мало? Мало. Бабруйский завод. Гордость императора. Это в Саратовском? Нет, в Воронежском. А, Воронежский. А ты хоть, чтобы он здесь был. Я в Крыму покупала. А ты спроси, они все знают. Возможно, его снизить. Я вижу, что бы нет. Нет? Бабруйский есть? Бабруйский? Бабруйский. Нет. Вот, девочки, рыба-то где свежая. Все так культурно. Посмотрите, как здорово. Но у нас тоже так. Цены не знаю. Я редко бываю на таких рынках. Здорово. Смотрите. Толстолобик 160. Судак 500. Красноперка. Окунь речной 135. Ой, вон там карта плавает. А вот красная рыба. Семга 1850. Лосось дикий. 750 недорого, да? Филе. В общем, хоть все бери и жарь. Прямо на корабле. Я не знаю, у нас продают или нет карпа вяльного. Толстолобик точно есть. Очень вкусный он. Я брать не буду, потому что ему нельзя это есть. Представьте, там на весь корабль вонять. Тем более, где я живу, напротив капитана. Не могу себе позволить. Синец вяльный 550. Здесь стерпук продавался, который я на море брала. Осетр. Это волжский город, чего хотите. Посмотрите, стерлядь. 2300. Масляная 250. Палтус. Апалтус, он же жирный, да? Смотрите, он какой, 1500. Форель холодного копчения. Мне кажется, у нас меньше ассортимент. А вот сик. Гляньте, какой. Вон белорыбица холодного копчения. 465. Девочки, мама дорогая, посмотрите, цараки. Ой, смотрите, их тут сколько. Цены 2600, 3000. Это крупные, 100+. 2000. Смотрите, вот они ползают. Какая прелесть. А мясные ряды вообще шикарно выглядят. Слушайте, ну мне понравился стенной рынок. Посмотрите, какой он. Красиво, как выложено все. Ну вот я говорю, если в Волгограде будете на народную ярмарку сходить, у нас приблизительно так же, только территория больше еще. Вот, ну прям и она одноэтажная. А так, нисколько не хуже. Гляньте, какие перцы. Ой, ну прелесть. Просто прелесть. Селфи-палку мы нашли в ДНС. Это рядом с рынком. Прям буквально через дорогу. А у нас в Волгограде не было. Я почему не купила? Девочки, ну нам повезло. Мы нашли ДНС. Я купила селфи-палку. Вот видите, я теперь с селфи-палкой. Одним словом, нам теперь надо узнать, как проехать к консерваторию. Девочки, мальчики. У Майи только что пропикало 5000 шагов. Мы прошли. Во-первых, я купила футболку, потому что жарко. Вы могли видеть, что я вышла в кофте. Зашли в магазин, купили футболку. Это после селфи-палку. И решили мы проехать на троллейбусе или на трамвае для того, чтобы у речного вокзала там есть храм туда. Пошли на остановку. Про остановку спросили у женщин. Там стояли еще две тетеньки. В общем, мы стояли, трамваи нет. И разговаривали с женщиной на остановке. В общем, она нас взяла. И повела до открытого рынка. И у них тут в Саратове есть улица Астраханская. Я не знаю, сколько километров. Это, знаете, как бульвар. С двух сторон машины ездят. А там такая широкая улица с деревьев. Видите, какая красная? Мы таким очень-очень бодрым шагом прошли эту Астраханскую и дошли до Вавилова, улицы Вавилова. И вот идем, сказали, что скоро будет улица Кирова, и мы вернемся по ней на корабль. А я что, включил? С них тут такие трамваи ездят вообще. Да потопные прям. Вот он, вот он, вот он. Ай, троллейбус. Трамвай хотела вам заснять. Девочки, ну вы простите, извините, что у меня это, палка трясется, я устала. Вот старый Саратов с Карелки. Какое пиво? Давай там дальше купим. Давай на эту улицу не будет. Пиво везде продаетесь. Мы купили рыбу какую-то. Теперь моему мое боится на корабль без пива вернемся. Главное, как главный окош мой. Глоков пиво. Туристы, которые сошли на берег, видите, прощаются с теплоходом. Наверное, хорошо, здесь была. Все вместе. Все вместе. Мы так хотим, чтоб летка не кончалась, не указал круизм на шумах. Она, пожалуйста, не грузится, не проглотится, и осуществляла правый компитант. Мы так хотим, чтоб летка не кончалась, не указал круизм на шумах. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...